Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем совместно общими усилиями анализировать все, что происходит на финансовых рынках и использовать фундаментальную поддержку для наших с вами традиционных идей. Напоминаю, что на этой неделе мы сфокусированы на том, что может произойти с долларом, потому что, в отличие от многих прошлых, у нас серьезный фундамент. И в этот раз он, опять же, совпал еще и с возможностью увидеть статистику по сильнейшему отчету американского рынка труда, но он фармпэрл. Собственно, этот отчет у нас в пятницу, где мы традиционно будем анализировать еще и динамику с ростом зарплатных плат, поскольку понимаем прекрасно, что зарплаты – это как раз и предвестник будущих показателей инфляции, имеющий не последнее значение для американского регулятора, когда поднимается вопрос о том, целесообразно ли повышать процентную ставку или нет. И плюс ко всему, сегодня у нас еще и заседание американского регулятора по 21.00 в Москве. Будет публикована ставка, вероятность того, что ее пересмотрят с повышением меньше 5%, поэтому можно сказать то, что не нужно даже надеяться на то, что изменения какие-то произойдут. Хотя всегда остается возможность и пространство для такого решительного маневра, всегда остается время и возможность увидеть какой-то форс-мажор, в том числе и по факту решений, которые не ожидается. Если вообще развивать эту тему, то на самом деле действительно за последние несколько месяцев, можно даже сказать в 2016 году, на рынке произошло очень много того, что, опять же, недооценивали в плане их влияния и полагали, что это вряд ли может случиться. Ну, давайте поподробнее про доллар, про решение ФРС. У нас еще будет время поговорить, тем более уж точно завтра мы с вами подведем итоги этого важного события. А сперва коснемся, давайте, того, что происходит с нефтью. И здесь у нас явно есть первая основа для самого настоящего, даже уже не весеннего настроения, а летнего. Потому что мы, наконец-таки, получаем все больше и больше сигналов, не только с точки зрения новостей, а с точки зрения той динамики, которую мы видим по нефти, сигналов, которые точно полностью соответствуют нашему с вами долгосрочному и прошлому прогнозу. Искренне мы хотели увидеть бренд ниже тех уровней, на которых он котировался месяц назад. Больше верили в то, что поддержка 50 долларов за баррель по бренду должна опасть. И сейчас это, я думаю, то, что вопрос даже ближайших часов. Потому что сегодня еще на повестке дня релиз по запасам нефти США. Параллельно еще будут опубликованы запасы по топливу, по нефтепродуктам. И выйдет цифра по объемам добычи нефти за прошлую неделю. Давайте чуть разберем ситуацию, которая сложилась на рынке нефти. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, мы сейчас по бренду находимся на минимальных значениях за последние 7 недель. Это минимумы марта. И то, что сейчас этот актив в одном шаге от того, чтобы преодолеть поддержку 50 долларов за баррель, можно сказать, что рынок полностью перекрыл, компенсировал тот рост, который был показан по факту достигнутой в конце прошлого года договоренности и подписанию соглашения энергетического пакта по совместному ограничению добычи нефти странами ОПЕК и регионами, которые выступили за эту инициативу. 11 стран. Вы помните, что тогда договорились о сокращении производства нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Но настроение сейчас большим образом оказывает влияние в лечении производства нефти в Ливии, в Нигерии, в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что не остался без внимания вчерашний отчет доклада агентства Reuters, разумеется, на основе того вопроса, который был проведен. Чтобы подробнее остановиться на статистике, напоминаю то, что про Ливию мы с вами уже говорили, плюс 760 тысяч баррелей в сутки сейчас объемы добычи, это максимум из декабря 2014 года. Произошел этот скачок резкий по производству за счет того, что вернулось в полноценной работе одной из основных месторождений Шарары. Сейчас говорят, что вследствие этого можно рассчитывать на то, что также будет возобновлена работа на том месторождении, который тоже значимый для Ливии по объему производства, находится рядом Шарары. Это Эль-Афиэль. Соответственно, если это произойдет, значит, можно будет поставить еще на плюс 80 тысяч баррелей в сутки по добыче, а спустя 2-3 месяца, когда будут задействованы все вот эти производственные мощности. Это первый фактор. Второй фактор про Штаты. Ну, давайте Штаты пролистнем сейчас как, опять же, страницу тех фундаментальных идей, которые оправдывают снежный мир, потому что про Соединенные Штаты Америки мы говорили очень много в начале этой недели, собственно, так же, как и на прошлой неделе, про 15-ю неделю подряд увеличение количества буровых и так далее. В общем, пока картина не меняется, и она явно медвежья. В Нигерии также растут объемы производства. Я думаю, что эта тенденция сохранится и дальше. Вот что касается опроса рейдерс, это еще один камень огорода тем, опять же, трейдерам, которые еще искренне верят, что действие энергетического факта в качестве соблюдения соглашения договоренности будет только увеличиваться, вовлекая все большую осознанность, опять же, тех участников, которые действуют и которые являются членами этого соглашения. Верят то, что соглашение продлят до конца 2017 года, я думаю, будет эффективным. Так вот, согласно опросу рейдерса, договоренности в прошлом месяце процентных соблюдений составил 90%, то есть меньше, чем 92%, которые мы наблюдали месяцем ранее. И тогда, когда мы говорили про марта, мы помним оптимистичные комментарии представителей ОПЕК о том, что полномерно к июню соглашение будет соблюдаться на 100%. И сейчас, вот опять же, реверс, откат от даже тех значений, которые были зафиксированы раньше. О чем это говорить? Да о том, что, может быть, и есть по-прежнему те регионы, которые стараются чистоплотно в этой сделке соблюдать взятые на себя обязательства. Но есть регионы, которые уже видят много негативных аспектов в связи с этой сделкой, потому что цены на нет не растут, а при этом регионам пришлось утратить определенный процент собственной доли на глобальном рынке. И в виде, как эту долю с особым удовольствием и ревением замещаются Соединенные Штаты Америки. Поэтому обсуждение будет, я уверен, острое. Дискуссия будет интересная. Неформальная встреча, опять же, представители ОПЕК состоится 25 мая. Но даже если соглашение продлят, я лично в его эффективность не верю. И США, Ливия и Нигерия, они перевешивают этот позитив, который может появиться на рынке нефти. Вчера статистика ВАПИ вроде бы как позитивный фактор для рынка нефти, потому что запасы снизились по нефти на 4,2 миллиона, а по бензину минус 1,9 миллиона. Сегодня у нас официальные цифры. На вчерашнюю статистику трейдеры не обратили внимания, потому что считают и правильно делают, что более объективным резом являются официальные данные. И в последние недели есть такая тенденция расхождения показателей. Ситуация может повториться и сегодня. И я допускаю, потому что запасы нефти могут быть снижены. И это, по идее, позитивный фактор для покупок нефти, для роста. Но параллельно с этим мы помним, как трейдеры готовы уделять большее внимание и обращать внимание на статистику по запасам бензина и по актуальным уровням добычи. Поскольку количество терминалов в США увеличивается из недели в неделю, сейчас их уже 700, практически без двух штук. Значит, объемы добычи как минимум выросли на 15-20 тысяч баррелей, поэтому, друзья, я думаю, что сегодня мы с вами доберемся до поддержки в 50 долларов за баррель. Рубль 57 на том же самом уровне. Ждем тестирования этого психологической планки и ждем, когда силы, опять же, сопротивления покупателей рубля тоже падут, и мы увидим логичную, предсказуемую демальвацию. Рубль отошел от минимальных значений, которые были зафиксированы некоторое время назад. Я думаю, что это постепенное возвращение к более оправданным значениям. И, собственно, достижение наших среднесрочных целей – это также вопрос, я думаю, ближайшего месяца. Доллар японская иена. Мы напомним, как днем ранее американская валюта проигнорировала слабую статистику, поскольку на рынке по-прежнему очень высокие ожидания по поводу изменения монетарной политики, пусть не на этом заседании, но уже на июньском. Если оценить оценку, простите за тавтологию, если отдать сейчас точную, опять же, картину того, насколько трейдеры полагают и насколько оптимистичны и верят в то, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки в июне, то это около 70%. Ну, согласитесь, это, конечно же, много. И вот в случае выхода сильных non-farm peril в эту пятницу, уверен, что статистика еще больше повысится. Почему мало шансов на то, что ФРС поднимет ставку сегодня? Ну, дело в том, что, учитывая интересы рынка к этому событию, конечно же, правильнее проводить разбор полетов, детальный, постфакт на такого решения. То есть, правильность, чтобы выступала Джанет Гирин и объясняла все, что происходит. Агументировала позицию, почему последовало такое решение, а не другое. Сегодня за решением по ставке пресс-конференции не следует. Поэтому я считаю то, что, скорее всего, ставку повысят в июнь. Картина по поводу того, что вектор более жесткой монетарной политики сохранится, она неизменна. Сейчас трейдеры, видя даже локальные слабые отчеты американского происхождения, не закладываются под эту статистику, поскольку понимают и рассчитывают, что ФРС сегодня отметит эти слабые цифры как исключительно временные и никак не влияющие на долгосрочный экономический прогноз ФРС, согласно которому американские регуляторы как минимум дважды до конца этого года поднимут процентные оставки. Очень на руку сейчас трейдерам, которые ставят на рост доллара и на благополучие американской экономики еще очень сильные результаты квартальных отчетов за первый квартал, потому что сейчас уже мы видим, как прибыли компании увеличились больше, чем на 12%. Это самый лучший результат из 2011 года. Поэтому сегодня давайте обратим внимание на статистику по EDP, это частный отчет по американскому рынку труда. Консенсус, скажем, оптимистов по прогнозу считается, что количество новых рабочих мест за счет тех условий и состояния стихторов, которые были показаны в прошлом месяце, количество новых рабочих мест выросло больше, чем на 170-180 тысяч. Если мы увидим это подтверждение в цифрах, тогда, само собой, доллар просто будет обязан реагировать на это соответствующим ростом. Евро против доллара находится пока в восходящем ключе, но сейчас у нас остается три дня, по сути, до закрытия этой недели и до того, как трейдеры уйдут на крайне насыщенные выходные. Будут анализировать, опять же, еще новостной фонд, связанный и касающийся второго тура выборов президента во Франции. Это уже в воскресенье. Собственно, с понедельника, само собой, без каких-либо исключений, либо с максимальной долей вероятности, я бы даже сказал, 100%, нас ожидает открытие с гэпом. Поэтому те, кто привык рисковать на рынке Форекс, знают, как отыгрывать гэпы, когда они столь ожидаемы, думают, что уже подбрасывают монетку, ополагая, как же лучше поступить, поставить, например, под закрытие недели на рост актива, либо на снижение. В этом случае, конечно же, с гэпом может получиться хороший профит, собственно, так же, как и потери. Теперь, что наиболее вероятно? Собственно, сейчас можно, конечно же, гадать сколько угодно, но вероятны оба сценария. А, собственно, так же, как и рост европейского валюты, так же, как и падение. Потому что, безусловно, сейчас статистика европейского происхождения уже не будет значить ровным счетом ничего. Если кто-то полагает, что евро растет сейчас благодаря сильным данным по индексам деловой активности, по промышленному сектору, по инфекционным ожиданиям, по уровню безработицы, по факту достигнутого решения соглашения Греции с международными кредитурами о том, что им предоставят очередной транш кредитных ресурсов на 7 миллиардов евро, это, на самом деле, не совсем верно. Сейчас трейдеры мечутся из стороны в сторону, потому что пытаются все-таки потенциально подготовиться к тому движению, которое нас ожидает в понедельник. Два кандидата, Эмманелли Макрон и Мари Липе, два абсолютно противоположных политических курса и, соответственно, два вероятных вектора движения. Больше всего шансов у Эмманелли Макрона. Соответственно, в случае его победы европейская валюта растет. Если каким-то чудом все-таки победу одержит Эмманелли Пен, то это уже вероятность выхода Атланта из состава Европейского Союза и, собственно, резкое снижение европейской валюты. Поскольку победу Эмманелли Пен недооценивают сейчас, я предлагаю как раз и попробовать поспекулировать на этом. И то, что мы можем стать свидетелями очень серьезных политических изменений, которые, вероятно, произойдут. И, к примеру, все-таки рискнуть и добавить, что реакция, ну, не важно, на какой результат фактических выборов, но реакция будет через, собственно, ослабление европейской валюты. Я лично попробую подруговать так в понедельник. Вы, конечно же, можете руководствоваться другими взглядами, другими аргументами. Но еще раз напоминаю, что если кто-то из вас пропагандирует, скажем, долгосрочный трейдинг, то здесь исключительно нисходящее движение. Поскольку стоит нам только перелистнуть страницу политической истории, мы с вами вернемся снова к прежним факторам системной слабости евро. Я думаю, что на них еще неплохо прокатился вниз. Фунт против доллара. Вчера поддержала статистика по деловой активности в производственном секторе 57,3 из 54,2. Сейчас нам нужно дождаться активности в сфере услуг и попробовать найти поддержку для короткой позиции. Я говорил, что мы переключимся на фунт постфактум релиза по производственной активности, но я надеялся, что фунт просядет, даст нам хоть какой-то повод и возможность для маневра. Сейчас мы видим то, что фунт по-прежнему находится на локальных максимумах 1,29,41. И снова рекомендую поддержать, сохранить выжидательную позицию. Если, опять же, руки чешутся и хочется поторговать, но здесь только на собственный страх и риск. Я все-таки думаю, что можно последить дальше за статистикой, можно сейчас дождаться, как рынок отреагирует на решение ОПРС и то, как переживет второй тур выборов во Франции. И вот на следующей неделе вернусь к тренингу британцам. Новотелайн из против доллара получил локальную поддержку благодаря сильным данным про рынку труда. Уровень безработицы снизился с 5,2 до 4,9. Но это отнюдь не прикрывает те проблемы, которые были обозначены ранее. Поэтому локальный позитив проявился, но он очень быстро будет продан на рынке. Поэтому ни в коем случае не выходите из коротких позиций по новозеландцу. По австралийцу то же самое. Сохраняем сел. USDCAD добрался до 14-месячного максимума. Произошло это за счет того, что цены на нефть у нас улетели к поддержке 50 долларов за баррель. Произошло это за счет свежих и актуальных опасений, связанных с возможностью пересмотра торговых соглашений НАФТО. И, собственно, за счет все тех же самых проблем, которые сохраняются на рынке недвижимости. Сейчас уже, по сути, на грани самого настоящего кризиса ипотечной структуры есть в Канаде один ипотечный банк, который, по сути, обслуживает наибольшее количество обязательств. Это, собственно, home capital. Сейчас, если в ближайшие месяцы не будет решения со стороны правительства о его финансовой поддержке, думаю, что канадская валюта станет самым, точнее, одним из основных ауксайдеров 2017 года, всего рынка Форекс. Но такие проблемы, все-таки, понимая, насколько они значимы впоследствии для экономики, скорее всего, будут решены. Мы пока спекулируем на рисках и, в принципе, достаточно, чтобы оказывать давление на канадский доллар. Из важных отчетов сегодняшнего дня от 15.15 ждем данные по EDP, ни в коем случае не пропустите, это статистика по рынку труда. В 17.00 ISM сфере услуга по штатам, в 17.30 запасы нефти и нефтепродуктов, и в 21.00 это ставка ФРС с сопроводительным заявлением. Завтра нам будет, разумеется, как и всегда, о чем поговорить. Сегодня я рекомендую вам, как никогда, соблюдать правила риск-менеджмента и не преувеличивать, не злоупотреблять с плечом. На этом, собственно, все. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Желаю вам успехов сегодня, не только сегодня, собственно, как и всегда. Если есть вопросы, форма маркетс и канал на YouTube к вашим услугам. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. За них отдельное спасибо. Всего доброго. До свидания.